Как вспоминают сотрудники библиотеки, ЧП произошло около 6 часов утра. Звон стекла услышал охранник. Выбежал на звук, но было уже поздно. То, что хулиган был один, удалось выяснить благодаря выпавшему снегу. На нем остались отпечатки мужских ботинок. В одиночные шаги этого человека. Он вышел из парка, подошел к витражному стеклу библиотеки. Чем он ударил, конечно, пока неизвестно. Но такой вот удар был сильным. И одно из стекловитражных лопнуло. На место сразу выехали сотрудники полиции. Поймать злоумышленника не удалось. По словам сотрудников библиотеки, разбитые витражные стеклоне единичный случай вандализма. У маленького Тукая неоднократно воровали тюбетейку. Последний случай произошел прямо на глазах у читателей. Молодой отец, проходя с сыном, не постеснялся ребенка и снял головной убор. Читатель у нас выбежал за этим мужчиной. И он, правда, его не догнал. Но вот этот папа, я хочу сказать, при своем сыне, он тюбетейку выбросил. Бросил. Его читатель подобрал. Теперь сотрудники библиотеки каждое утро надевают на памятник тюбетейку. А в конце рабочего дня убирают ее под замок. Проходящие мимо горожане также негативно относятся к подобным поступкам. Считают такое поведение некоторых нижнекамцев неприемлемым. Бессовестный народ. Такой труд, такой красота сделали. А эти? Бессовестные. Люди стараются, делают. Столько денег, вложено столько труда. Как бы мы здесь живем. Все это делается для нас. Такой парк построили, шикарная библиотека. Не прошло и сколько там? Не прошло и месяца, уже ломать стали все это. Вот этот менталитет наш, российский, конечно, дает о себе знать. Но у нас не все люди плохие. Сегодня разбитое окно заменит. Какой причинен ущерб, сотрудники не говорят. Сейчас они решают вопрос об оснащении городской библиотеки камерами видеонаблюдения. Для того, чтобы впредь такие случаи вандализма не повторялись. Тем временем злоумышленника, который разбил стекло, разыскивает полиция. Вера Муратова, Лисан Саитова, эфир 24. Сыны анархии. Сегодня в 23.30. Время сериала. На телеканале эфир.